С сегодняшнего дня, 11 мая, в Ленинском районе начинается плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ на котельных и магистральных теплотрассах. Фактически, к новому отопительному сезону сотрудники теплосети начинают готовиться уже сейчас. Наш корреспондент Дмитрий Книга вышел на улицы города и узнал, как жители обычно справляются с ситуацией в период, когда из крана течет только холодная вода. Ну, летом как-то можно и холодненько, это наоборот бодрит. Никуда из города не уезжаете? Не, жара такая, что можно и в холодное скупаться. Где на дачу уезжаю? Ну, кастрюльки на плитку и все. Как русский народ делает, так и делает, справляется. А так вот, внук купил этот, я забыла, как он называется, на стенку. Водонагреватель. Водонагреватель, да. И мы им пользуемся потихоньку. Так что надо же делать это, ремонт. Главное, что стираем. Сейчас машинки все универсальные, горячую воду, не надо. Белье заправило и все, наверное, стирается. Ну, справляемся всю жизнь, справлялись, как и справимся. Конечно, желательно не отключать бы, чтобы помыться. Тазики тоже как бы не есть хорошо. Уже пора бы наладить так, чтобы не отключали эту воду, а заменить трубы на новые. Сколько можно мучиться нам? Ну, а что вы обычно делаете? Ну, посуду моем со средством, покупаем специально с холодной водой, чтобы отмывалось. Больше ничего не делаем. И греем воду, и греем. Электричество нагорает. Продолжаем тему отключения горячей воды с Романом Балаяном, главным инженером производственной службы теплосеть. Роман Рашидович, для чего нужно отключение горячей воды? Отключение горячей воды – это техническое необходимое мероприятие. Почему? Потому что тепловые сети, магистральные тепловые сети от источника тепла, котельной, до тепловых пунктов, где идет подготовка, подогрев горячей воды и потом подача на жилые дома и другие объекты, тепловые сети, они в течение отопительного сезона, в течение года, они работают в разных режимах. Как долго продлится плановое отключение горячей воды? Плановое отключение продлится ровно две недели. С 4 по 17, включительно здесь, что касается... А сам период какой? То есть с мая по август? С 4 июля. То есть это по всему району? Нет, нет, 4 июля по 17 июля – это по району тепловой станции города Видное. А по остальным поселкам, поселок Разбилка, Горки-Ленинский, Измайлова и так далее, у них есть свои сроки отдельные. С мая по август. С мая по август. То есть мы до конца августа полностью эти работы обязаны завершить, как каждый год, и быть готовыми к отопительному сезону. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в нашей студии был Роман Балаян, главный инженер производственной службы теплосеть.